Реал, запущенный Netflix после неожиданного успеха Дхармы, недавно вышел. На этот раз вместо одиночки-убийцы он сосредоточился на двух братьях, убивших родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году, Лайле и Дереки Менендес. Их суд всегда вызывал много споров, так как никто не знал, кому верить и каков был истинный мотив убийства родителей. Убийцы ссылались на жестокое обращение родителей и на то, что отец якобы собирался их убить. Но подтвердить это могли лишь погибшие, а прокуроры настаивали на том, что братья стремились получить финансовую выгоду от смерти родителей. Весь сериал построен вокруг разных версий событий и различных точек зрения, создавая у зрителя ощущение неопределенности и позволяя самим, как присяжные, решая, во что верить. Но насколько точно было показано на экране? Давайте сравним шоу с реальным делом, судом, приговором и даже тюремными событиями. Вот видео о точности шоу Netflix про Лайла и Дерека Менендес. Одна из первых мелких деталей в шоу, которую я должен упомянуть, появилась в первые минуты и была намеком на то, что Лайл носил ботинки своего покойного отца. В документальном фильме о братьях Менендес говорилось, что один из братьев носил обувь отца и во время своей речи сказал, «Отец говорил, что мне не заполнить его ботинки. Знаете что? Сегодня я ношу ботинки отца». Этот намек в начале шоу заставил меня думать, что оно будет внимательно к мельчайшим деталям. Убийство Хосе и Китти и его последствия Об убийстве Хосе и Китти Менендес говорили, что в ту ночь оно было совершено из дробовика Мосберг 12-го калибра. Китти, как сообщалось, получила 10 выстрелов до смертельного в щуку и была еще жива, когда Лайл пошел перезарядить в последний раз, чтобы добить ее, как показано в сериале. Говорят, что в Хосе выстрелили шесть раз. После убийства родители и братья поехали на «Малхолланд Драйв», избавились от оружия, а затем пошли в кино для алиби. Они сделали это, ожидая вызова полиции соседями из-за выстрелов, но когда вернулись, полиции не было, поэтому им пришлось самим позвонить в полицию. «Вот почему здесь никого нет», — сказали братья, припарковавшись, не ожидая увидеть пустой двор. Одна из роковых ошибок полиции, отмеченная в шоу, братьев не проверили на следы пороха в ночь убийств. Их не считали подозреваемыми, и из-за их слов о возможной причастности мафии полиция сначала расследовала эту версию. Когда полиция начала подозревать, что это могли быть братья из-за финансовой выгоды, которую они получили бы после смерти родителей, и странного поведения, траты почти 700 тысяч долларов за короткое время. Как показано в шоу, полиция работала с другом Эрика, Крейгом, надеясь получить признание. Однако на допросе Эрик все отрицал. Это, видимо, произошло до того, как Эрик во всем признался доктору. Азиль, в отличие от сериала, где мы сначала увидели признание, а потом события вокруг него. События до убийств. Эрик ездил в другие страны и играл в теннис, Лайл купил Rolex, открыл ресторан Buffalo Wing в Принстоне и приобрел Porsche, живя в другой квартире. Все это правда. Одно, что не включили, но стало памятным. После смерти родителей, во время этого бума трат, они посетили матч New York Knicks и попали на задний план коллекционной карточки Марка Джексона, так как сидели у площадки. Это интересно. Одно отличие после ареста братьев. Их изначально не поместили в одну тюрьму, одержали отдельно, в то время как в сериале они часто были вместе. Это важное отличие от показанного в шоу. Доктор записи доктора Азила, записи Азила и причина ареста братьев были схожи с событиями в сериале. Эрик признался психиатру, и тот рассказал об этом Джудилон. Когда Джудилон и Дэр Азил расстались, она сообщила полиции о записях сеансов, что привело к аресту Лайла и сдаче Эрика по возвращении в Лос-Анджелес. В реальности были юридические споры о записях и их допустимости в суде, чего не показали в шоу, но Верховный суд Калифорнии разрешил их использовать как доказательство. Суд, именно здесь шоу по-настоящему раскрылось. Шоу можно разделить на три части. Первые три серии сильные, средние повторяются, создавая ощущение неясности. Были, вероятно, самыми сильными, потому что это был суд, и во время него мы увидели, насколько социопатичными были братья. Мы видели, как они из любимцев публики, вызывающих разные мнения, превратились в осознавших, что им вполне может грозить смертная казнь. Одним из главных лиц в суде была адвокат защиты Лесли Абрамсон, которая представляла Эрика Менендеса на обоих судебных процессах. Они упомянули дело Арнелла Сальватьеры, мальчика, убившего своего отца, которому она добилась приговора за непредумышленное убийство с условным сроком вместо убийства первой степени, и это действительно так. В сериале мы увидели, как Лесли настаивала на том, что братья подвергались насилию со стороны отца, а их мать бездействовала. Единственными, кто мог подтвердить эту историю, были два кузина, показанные в сериале – кузен Энди и кузина Диана. Так было и в реальном судебном процессе. Это в итоге разделило мнение не только в семье Менендес, но и среди присяжных, что привело к их тупику, что мы и увидели в сериале. Фото, использованное как доказательство в суде, подтверждающее, что Хосе был насильником, действительно существовало. Утверждение, что братья боялись, Хосе убьет их, если они не сохранят тайну насилия, было основой защиты в шоу, и что они убили первыми, чтобы не быть убитыми – это было и в реальном судебном процессе. Однако обвинение не верило в этот мотив, сосредоточившись на финансовой выгоде, которую братья должны были унаследовать. Одно, что не упомянули в шоу, но что было на реальном суде от обвинения. Пэм Базунич заявила, что мужчины не могут быть жертвами насилия, так как они нет нужного оборудования для этого, что бы это ни значило. Повторный процесс получил меньше огласки, так как судья запретил съемку в зале суда. В шоу упомянули, что опубликованная книга была против Лайла, и эта книга нормы вышла в продажу. В ней есть личные разговоры с Лайлом Менендесом в тюрьме, а также факт, что настроения изменились из-за ощущения несправедливости в городе в связи с беспорядками и делом о... Джея. Так что общественное мнение точно изменилось ко второму процессу. При вынесении приговора братьев признали виновными в двух убийствах первой степени и дали пожизненное бесправо на УДО. В совещательной комнате создалось впечатление, что жюри учло жестокое обращение, не требуя смертной казни, но это было совсем не так. На самом деле было сказано, что это вообще не учитывалось, и единственная причина, по которой им не дали смертную казнь, заключалась в отсутствии у них судимости или истории насильственного поведения. Что касается суда над Эриком, его просьба отодвинуться от микрофона действительно имело место, когда он давал показания. Встречался ли Эрик Менендес с Органом Джейм Симпсоном? Неожиданностью в шоу стал момент, когда показали знаменитую погоню за Органом Джейм Симпсоном, а затем он оказался в камере рядом с Эриком Менендесом. Это действительно произошло. Они находились в соседних камерах, пока Эрик готовился к повторному суду. Говорят, они провели более ста бесед, ожидая встреч с адвокатами в тюремной комнате для свиданий. Эрик давал советы Органом Джеймсу, так как к тому времени он уже четыре года сидел в тюрьме. Поэтому в шоу мы слышали, как он говорил, что Органом Джеймс стоит признать вину. Оправдание Органом Джея, по мнению братьев, изменило общественное мнение о них. Дело Органом Джеймсу всколыхнуло город. Люди жаждали крови и не могли позволить убийцам выйти на свободу. Поэтому на втором суде они уже не чувствовали прежней любви, их популярность упала. Доминик Данн был показан в сериале и действовал почти как мы, зрители. Человек, чей ум метался из стороны в сторону, не зная, чему верить, был почти как голос разума. Однако у него была естественная неприязнь к Лесли и адвокатам защиты из-за его дочери Доминик, убитой Джоном Суини. Присяжные признали его виновным не в убийстве, а в непредумышленном убийстве. Он получил шесть лет тюрьмы, но вышел через два с половиной года. После приговора он действительно устроился в ресторан в Санта-Монике, как показано в сериале. Но когда люди узнали его личность, а семья Данн стала протестовать и сообщать клиентам, что их еду готовит убийца, он уволился и уехал из города. Кстати, статья под названием «Кошмар навязывай дороги» была опубликована Домиником в Vanity Fair. Тюремная жизнь братьев Менендес. В конце шоу было что-то особенное. Последний раз братья мельком увидели друг друга в фургоне, когда их разлучали и отправляли в разные тюрьмы. Это сильно задело за живое. Два брата с такой глубокой связью, убившие родителей, и убили родителей не только ради себя, но и друг для друга. Им пришлось жить по рознь, что стало дополнительным наказанием. В реальности их держали отдельно от других заключенных, так как они считались особо опасными преступниками. Братьев держали раздельно с начала заключения в 96-м году до апреля 2018 года, когда за два месяца до этого их перевели в одну тюрьму, а в апреле они впервые за 22 года встретились. Судя по информации, которую я видел, шоу довольно точно передало эту историю. Оно показало разные взгляды на ту ночь, подготовку к убийству и жизнь семьи, основываясь на разных источниках, так как всегда была неясность в том, что именно произошло той ночью и какой на самом деле была эта семья. В шоу прозвучала очень сильная фраза. Мы никогда не сможем знать, что случилось в той семье, и я правда так думаю, потому что мы слышим только одну сторону истории. Что касается обоих вышедших сезонов шоу «Монстров», я бы сказал, что сезон про Дхарму был очень жутким, пугающим и более захватывающим при просмотре. Но это не значит, что этот плох просто он не совсем оправдал мои ожидания. Похоже, следующий будет о Джоне Уэйне Гейсе, и мне кажется, он будет очень мрачным. Итак, было ли шоу Netflix о Лайле и Эрике Менендес точным? Если хотите видеть...